такое дождливое утро у нас очень холодно мрячно есть такое слово мрячно вот выдвигаемся надо съездить по делам показываю вам я шулечка показываю вам что я надела красненькую такую это спортивная такая кофточка очень такая флисовая можно сказать что даже вам флисовая такая кофтерочка уютная мне прекрасно сегодня на спортике вот такая вот курточка с капюшоном потому что льет дождь она тоненькая но такая в принципе походная такой красивый у нее это серо оливковый цвет разбавила ее вот таким вот красным кроссовочки вот такие у меня в общем показала вам свой наряд дня еле проснула серьезно наверное часов 8 я еле открыла глаза погода дождь просто серое серое небо как будто бы уже вечер парфюм дня к сержов коса маратти идеальный букет лет какой размер высота метр-двадцать метр-двадцать типа места елочки было и 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 вот это веночки а зато с лампочками вот такой наборчик покажу мы увидели такой фирмы вот столько стоит и здесь у нас 15 предметов мы взяли сейчас покажу два наборчика еще три осталось здесь у нас сколько предметов? 30 дочки красивые, ананас надо, а нам надо подставочки под цветы ого тут целые ну вот смотри под один цветок 500 гривен а вот смотри, раз два три четыре, ну там много, а вот смотри тоже дофига, да? вот это белое красивые какие воршики тут ежики уже подрощенные, он какой-то перепуганный смотри взгляд а вот нет спасибо 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 и спасибо и мне понравился вот этот бокал под коктейли можно сказать цена 150 гривен ух ты ж как класс 135 ну какие классные такие мне нравятся это очень тонкое стекло красиво а вот 170 какой с отблеском ух ты ж так наборы набор бокалов 1600 ух ты, тяжеленький такой я тут ух ты 1127 7 красивые 6 бокалов а это вот двойные такие чашки маленький пестик, да? дождливая погода идет дождь и перепад в температуре вот со вчерашнего дня я вам скажу было у нас 21 градус а сейчас 9 давление знаете как упало немножечко прибило я кофе я кофе конечно утром выпила немножко взбодрилась вот мы уехали значит на выходной в магазин надо было кое-что купить для дома сейчас приедем домой я вам покажу что мы купили и я смотрите чем бодрюсь бёрном выпила бёрник не знаю ну как-то действие там конечно кофеина очень много но немножко глазки у меня открылись вот просто такой я серьезно говорю с 21 на 9 это практически до 11 градусов перепад очень резкий ночью уже прохладно так было я уже одела курточку притом сегодня искала та которая с капюшоном потому что дождик идет у нас такой не сильный такой знаете как моросит можно сказать и я вот под такой моросящий дождик чтобы дойти от машины к магазину мне достаточно вот такого вот капюшончика голосок немножко подсел и чувствую даже немножко насморк какой-то не знаю вот никита у меня сейчас немножко приболел возможно возможно это какой-то вирус посмотрим сейчас приеду домой выпью тёплый чаёк какой-то с лимоном с мёдом вот может даже горло прополощу содой в общем сонное такое воскресенье приеду домой сейчас покажу что мы такого купили показываю да показываю я покупочки смотрите какие наборы мы купили так это больше открывать я покажу на примере второго здесь вообще здесь сколько персон я забыла на сколько здесь нет сколько здесь предметов 16 на 4 а мы купили 2 то есть это на 8 получается сейчас покажу вам посмотрите как интересно выглядит эта вилочка теперь больше восьми не собирается но есть ещё золотые интересное такое покрытие я кстати смотрела мастер-шеф ещё когда вот эта девочка была забыла как её зовут вот с украины она по-моему сейчас кондитер если я не ошибаюсь как же её звали задумали ну в общем так да 16 ух ты ух ты как они такие чёрные это какой-то специальный сплав который блестит красивенько ну оригинальные такие пришлось мне разобрать потому что не могла одной рукой достать смотрите как костюмчики себе взяла ну как обычно камера искажает цвет немножко спокойнее он синий вот такие вот брючки обычный костюмчик вот это у меня 42 размер мягенький такой и сейчас покажу какая значит сверху вот такая флисочка олимпийка его конечно надо отпарить вот так а это такой сейчас неправильно второй цвет морской волны вот такой вот сейчас разложу вот такой вот второй вариант это мы взяли серёжа то есть у меня синенький а у него такой глубокий цвет он в жизни намного темнее нежели вот на видео и у меня немножко спокойнее темнее не знаю что так искажает просто обычные костюмы яша здравствуйте привет ой а покажу сейчас такие тапочки если взяла кисуля сейчас покажу смотрите смотрите черные такие кролики я их даже не меряла ой какие классные супер класс уютно уже будет ходить такие волосачки юзки да это юзк был мы купили значит такие вешалочки понравились потому что вот мне сейчас даже костюмчик повесить нужны новые показываю костюм вышла на улицу прохладно у нас это кто у нас яша меня провожает еду в магазин на улице прохладно как раз время для этого костюмчика обалденно как могут вот знаете такие они довольно таки теплый этот костюм видите какая внутренность у него но насколько они могут такие костюмы не утолщать вот это мне кстати нравится потому что бывает я какой-то костюм одену на пару размеров больше кажется этот прям идеально сел все я поехала в магазин у нас такая туча над нами стоит не знаю прорвет ли дождь неизвестно цвет обалденный такой он освежающий несмотря на то что я целый день работала он даже мой уставший вид делает немножечко свежее класс все таки от цвета многое зависит да я да я да я да я да я да я какой огромный бамбул сидит ого о ты на меня смотришь он огромный не знаю если это моя рука просто огромный сидит кошечки ой еще головой вертит ты что головой вертишь это наверное самка богомола распаковочка это у нас хачапури по-аджарски это хачапури вообще хачапури по-аджарски заказали мы в грузинском ресторанчике также шашлычок на ужин ой я так люблю они его очень вкусно делают и всегда они добавляют сюда кинзу обожаю я с кинзой это прекрасно супер м м м м м м м м так я иду с покупками поставлю пакетики хочу сказать какая у нас началась холодина вы себе представить не можете вроде бы вроде бы нем немало градусов наверно сколько 12 но какой-то такой пронизывающий вечер я просто знаете хоть шапку одеваю вплоть до того что хоть шапку я смотрите костюмчике таком спортивном но сейчас аж до горлышко застегнулась потому что вроде ветерок небольшой как-то так пролазит знаете сквозь все фибры все фибры к телу и кожи надо утепляться так я показываю свой наряд утро на улице прохладно я своим любимым полюбившимся мне костюмчики белая обувь сейчас одела белую курточку вот такая слоновая кости футболочка легкий макияж блеск для губ у меня мэйбеллин в 06 риф такой освежающий он просто свежачок так и показываю вам парфюм дня прямо с утра ну как утренний утренний 10 часов но я выбралась только сейчас цветочный красивый обволакивающий аромат на улице ветрено свежо даже можно сказать прохладно и он очень красиво дополнить знаете таким флердоранжем медовостью потрясающий аромат когда приеду я за города хочу снять такое есть у меня тематическое видео сама придумала эту тему пока еду буду обдумывать какие ароматы туда взять вот так что все моря дня показала доброе субботнее утро боже мой на улице дождь мелкий такой морозит противный 7 градусов тепла я никита уже отвезла на английский и хотела накрасить губы посмотрел я в сумочке нет ни одной помады ни одного блеска куда они подевались я не пойму сейчас как-то надо пособирать положить их обратно парфюм утра ксержов букет идеале доброе свободнее утро дождик идет моросит я утром ездила в белых кроссовках но переодела я такие бежаки курточка легенькая с капюшончиком костюмчик широкий черненький помады я нашла губы я накрасила поехала за никитой парфюм дня я уже озвучила но покажу букет идеале от ксержов посмотрите сколько у меня уже нет во флаконе обожаю его вишня табак сладкая древесина очень комфортный согревающий окутывающий приятный комплементарный аромат люблю его в такую прохладную и дождливую погоду прям согревает так я собралась я собралась вам снять влог как я закупаю продукты что я сегодня сделаю на обед и решила пойти с вами вместе в магазин но не тут то было парковки нет вообще я стою вторым рядом за мной 35 машин впереди меня вторым рядом 35 машин и я просто на варичке стою я не знаю уже больше пяти минут это точно это какой-то жесть какой-то должны скупиться и выпарковываться там за эту парковку сейчас поддерутся вижу машина выезжает но это бесполезно все стоят на аварийке как попасть в магазин квест для того чтобы приготовить обед или мужа нужно сначала попасть в магазин так давайте кто кто предоставит мне парковку тот получит сейчас морковку вот обладатели счастливой морковки я поворачиваю так наконец-то я нашла парковку хэллоу что мы берем сибас а есть сибас вот ура 80 так что тут есть есть у нас это шо филе а это скумбрия рыбку на дозе сибас по 41 90 так что салат взяли 8 сибасов сколько это вышло 1270 чтай ты молоко берешь покажи никита никита шо вот он присел на вот эти молочные коктейли сейчас он любит шоколадный я прям залезла в этот холодильник шоколадный вот такой говорит очень вкусный и я ему беру еще в в ванильный закрываем это все о чем они не пойму печь шейк мюллер 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 пачу мюллер 59 гривен кусок так я беру здесь шпинат мне очень нравится щас покажу какой очень вкусный вот он сейчас да вот он обалденный сейчас 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 этот обалденный здесь у нас перемешелька вот это фунчоза есть а я еще рисовый уксус но его нету что тут это такое соус мирин это что за мирин это что такое куда его добавляют японская приправа может взять сейчас возьму попробую порезала я кабачки такими дольками тоньми это вообще не кабачок это у нас тыква взяла тыкву порезала дольками маслечко на сковородку оливковое масло и вот так вот я сначала на большом огне я сделала такую корочку затем протомила они мягенькие я сейчас спасибо я сейчас покажу куда я буду это добавлять вот такой салат получился зеленые это листья салата сейчас я отбланшировала помидорчики сюда добавляю это я сделала заправочку оливковое масло соевый соус скажите мне рисовый уксус и сыр фета я вот так вот мелко порубила вот это я все заправлю и добавлю сверху вот такие вот кусочки тыквы это очень вкусно и прекрасно дальше смотрите у меня такая заправочка это заправка в принципе они подобные оливковое масло соевый соус рисовый уксус и чесночок мелко-мелко потерла и оливковое масло я уже сказала так сюда я буду приготовленную вермишель скажите мне как она называется фунчоза добавлю я сюда фунчозу у меня уже такие заготовочки готовы рыбка ждет гости на подходе можно сказать едут к нам откуда не запорожье едут из киева да вообще наши гости жили можно сказать в такмаке потом они переехали в запорожье потом они переехали в киев но сейчас они к маме запорожье поехали и вот мы ждем их к нам в гости все показала смотрите уха еще готова я уху сделала есть какая-то ложечка спасибо я уху сделала вы не поверите с кускусом красная рыбка я отдельно добавлю сейчас я переберу там головы кусочки красной рыбы добавлю сюда обязательно так морковка картошечка и прекраснейший бульон и вот вместо пшена я добавила кускус очень вкусно получилось такая наваристая юшка просто прекрасно это я уже на завтра сделала столько рыбки у меня получилось где-то не косточка косточку видела на даже одну все перекладываем все мешок не не брезала супик так отлично так ну что показываю сервировку стола каждому разу рыбка сибас а что это сережа мартини какой-то поставил это оля перчики свои собственные принесла соленья и такой шикарный салатик с тыквочкой селедочка белые грибочки щука и бурочка смотрите где я нахожусь мы приехали в лес всей бандой нашей вон первые уже пошли значит пока я не отошла от машины покажу вам свой парфюм дня всегда я одеваю в лес аромат сержа лютанца фельд айгуиль девушка в иголках сейчас я при вас нанесу этот аромат и буду пахнуть ладаном елью сосной каким-то таким таинственным лесом просто шикарно все парфюм я оставляю конечно же в машине я просто не отходя от машины вам это показала так я взяла с собой и шапку и кепку даже не знаю что я буду одевать возьму кепку тоже с собой ножик у меня есть все машину закрывать да сейчас я ищу ключи ты мне шапку взял красную не котик я возьму шапку так мне нужно да надо палочку искать это наши места такие с белым грибом ой какой здесь запах я конечно в лыжной курточке мы ехали сколько было 7 градусов тепла жары можно сказать дождика нет я нашла свои такие походные кроссовочки я их обожаю все время беру в такие знаете в лесные такие путешествия и на буковель они зимой и осенью прекрасно не пропускают воду мягенькие и удобненькие так все надо мне найти какую-то палочку о а видишь тут уже ковырялись ты видишь люди ковыряются видите за грибами ходят так какую палочку мне найти угу Виталий надо этим не ногой а палкой ну надо какой-то этот ага надо найти палочку палочку лесника а вот и в перчатку не знаешь надо а у меня есть перчатки такие маленькие да не куда ты будешь не не ничего Виталий там ничего страшного а какие тебе розовые женские тоже ну давай бы я что-то думаю какой-то где-то бугорочек можно вот это и смотреть а маслята в принципе они на поверхности стоят сейчас надо палочку найти а еще главное не потеряться со всеми и очины повыкалывать ой класс конечно несмотря на то что здесь трасса жужжит неподалеку все равно вот буквально два шага трассы и оказываешься уже просто на природе в лесу боже я например переключаюсь отдыхаю в лесу так сейчас я Виталика подожду мне перчатки несет показываю наряд лесника красная шапочка это я боялась если у меня уши замерзнут брючки у меня такие серенькие непромокаемые тепленькая кофточка и уже лыжная курточка но она у меня такая не не сильно теплая о перчатки класс ой супер спасибо класс класс не маслят не белых грибов вот это конечно и мы отходим и рассуждаем почему нет грибов мне кажется в лесу довольно таки влажно сыро не знаю и дожди мне кажется уже прошли а грибов все нет и нет и мы о глянь какая то волк волк и мы рассуждаем слышишь Виталик я говорю что перед войной было столько много грибов мама ездила в лес и было просто немерено это такой знак значит что война будет прикинь а сейчас нет грибов может война закончится как вам мои такие выводы кто-то дай бог кто знает за такие приметы народные да народные приметы что скажете вы что вы скажете так ну тут нора вообще такого нет а где есть я думаю в хвойном а где Оля кстати где Оля ты Олю потерял? Оля ага вы там да нашли нашли я усовершенствовала свою кепочку с шапочкой люблю когда мне прохладно ушки чтобы были закрыты грибов нету но есть хорошее настроение я всех зову пойти в хвойный лес я иду пошли тут вряд ли что то но надо в хвою идти надо в хвою идти маслята выходите на моем пути пока одни мухоморы о вот какой красивый боже я красивее мухомора не встречала ну посмотрите как он красивенький какая красота он как помидорчик супер классно ножками походили просто балдеж здесь здесь дорога перерыта чтобы с трассы не заезжали не заезжали машины перерыли дорогу раньше мы прям в лес заезжали могли там где-то становиться на полянке на лужайке сейчас ой китов мошки мошки по мне надо же короче потеплело так я буду сейчас просто раздеваться расстегиваться жара обстановка в лесу значит смотрите грибов нет то ли мы их так ищем вот ну каждый год обычно приезжали маслята находили даже белые грибы сейчас нету хотя мне показалось что лес довольно таки влажный и влага есть и дожди были вот ну я такой скажите мне собиратель грибов хотел сказать грибальник мне самое главное в грибалке походить подышать воздухом зарядиться энергией леса ножки чтобы походили немножко устали вот это все я люблю так я шапку надела на кипарик тепленько 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 Продолжение следует...